Я для себя, наверное, засеку время, чтобы успеть. Меня зовут Артем Казаков, я директор по маркетингу в компании Retail Rocket. На рынке мы занимаемся разработкой и развитием платформы мультиканальной персонализации для интернет-магазинов. И сегодня я выступаю в роли такого доверенного лица со стороны наших инженеров и аналитиков и расскажу вам доклад на такую интересную проблематику, как предсказательная аналитика, есть ли вообще жизнь после конверсии. Для того, чтобы вы немножко понимали специфику, о чем пойдет речь, я в двух словах расскажу о нашей деятельности. Помимо того, что мы активно развиваем нашу платформу, стоит сказать, что она включает в себя три продукта. Это персонализация сайта через товарные рекомендации, это продукт триггерных персонализированных рассылок и платформа для массовых имейл-рассылок. Часть продуктов, вернее, большая часть продуктов включает в себя технологии персонализации и технологии предсказательной аналитики, поэтому работая в этой специфике, мы можем говорить об этом во многих аспектах, не только касаемо нашей непосредственной деятельности. Поэтому сегодня я расскажу вам доклад о предсказательной аналитике, о подходах на рынке онлайн-ритейла не только в разрезе нашего продукта, нашей платформы, но и несколько шире, как вообще онлайн-ритейл использует технологии предсказательной аналитики для того, чтобы повышать свои бизнес-показатели. И для начала я хотел бы спросить, кто-либо знаком с организацией Kaggle.com. Поднимите руки, если есть такие. Окей, тогда расскажу. Это мировая организация, которая проводит соревнования и конкурсы по анализу больших данных, где участвуют очень крупные бренды, такие как Facebook, Google. И они организовывают различные конкурсы с выгрузкой больших данных, где в качестве соучастников выступают различные команды дейта-сайентистов с целью победить в конкурсе по какому-либо росту показателя за денежный приз, который числяется десятками, сотнями тысяч долларов. При этом это тысячи участников из разных стран, из Китая, России, США, Европы, которые борются в этих соревнованиях. Ну и некоторые примеры и близкие к ритейлу, и непосредственно из ритейла таких соревнований, которые там были приведены. Компания Отто Групп попросила классифицировать свой ассортимент наилучшим образом для задач решения маркетинга и категорийного менеджмента. Небезызвестный Walmart попросил предсказать продажи в условиях агрессивных погодных условий, для того, чтобы не затоварить свой склад. И компания, которая пожелала остаться неизвестной, это сетевой гипермаркет, которая предложила в качестве данных 350 миллионов транзакций, для того, чтобы дейта-сайентисты предсказали, какой размер скидок необходимо предложить тем или иным людям, для того, чтобы добиться максимальной ликвидности всех этих маркетинговых активностей. И следующий пример Expedia – всем известный booking-сервис, который предложил выгрузку своих отелей для того, чтобы отсортировать их наилучшим образом. К чему этот слайд? Он к тому, что необязательно обладать большими данными, мы можем наблюдать, что нишевые игроки уже тратят сотни тысяч долларов для того, чтобы оптимизировать свой бизнес, используя данные. Но и также небольшие компании, которые обладают небольшими данными, способны в результате анализа и предсказаний увеличить свои бизнес-показатели. Поэтому пора начинать заниматься своими данными. И я не знаю, насколько актуально в зале присутствует ли представитель нетрадиционных предсказаний. Подтвердите, если он есть. Нет его, да? Есть? Эдуард Ручкин. Я хотел бы пригласить его в зал, для того, чтобы перед тем, как перейти к серьезной аналитике, к серьезному разговору, провести мастер-класс нетрадиционных подходов. Прошу, Эдуард. Добрый день. Меня пригласили сюда, чтобы показать небольшие возможности хироманти. Зовут меня Георгий Восточный. Спасибо большое, что вы все здесь. Я не буду кипятить воду взглядом и так далее. Просто покажу какие-то простейшие вещи. Извините меня за мой внешний вид. Я приехал со своей конференции. Так, мне нужен один человек. Ну вот, доброволец, пожалуйста. Чтобы не было вопросов, поднимите руки, кто знает этого молодого человека. Вот, чудесно. Чудесно. Можно вашу руку? Левую, левую, конечно. Итак. Вы родились в январе, правильно? Да. Это правильно? Я специально спросил, кто знает этого молодого человека. Так, вам сейчас, вам сейчас, секунду, двадцать, двадцать восемь лет, верно? Да. Верно. Ну, имя ваше Владимир, это сразу видно, правильно? Я не смотрел сюда, извините, извините. Так, и ваш любимый цвет красный? Нет? Синий? Да. Ну, могу ошибаться иногда. И, что касательно мечты. Мечта. Не вижу, что сейчас, вижу, что в детстве летчиком хотели стать. Верно? Хорошо. Давайте попробуем, да, поаплодируйте молодому человеку. И мне нужна, наверное, еще, раз уж у нас был молодой человек, давайте попробуем девушку. Так, давайте, спасибо, наверное, не будем делать так, чтобы на нас светил искусственный свет. Так, я вижу, что вас зовут Георгий Михайлович. Вас зовут Георгий Михайлович, правильно? Георгий Михайлович вас зовут. Вот сейчас вам, так, линия Марса, я не вижу линию Марса. Так, вам сейчас, вам сейчас 62 года, верно? 62 года, я вижу. Вижу, так, по линии Земли я вижу, что вы работаете менеджером в, на, в, вна. А, менеджер в, на, а, нет, менеджер в, а, менеджер по, менеджер по разливу молочной продукции, правильно? Абсолютно верно. Так, сейчас, секундочку, вы родились по линии Венеры, вы родились. Точно, вы родились. Я вижу, вы родились. Я вижу, это то, это очевидно абсолютно. Так, и сейчас, секундочку, еще мне нужно. Так, вы сейчас находитесь, вы сейчас находитесь Россия, Россия, Москва, Москва, Щелково, Щелково, секундочку. А, не Щелково, Сколково, Сколково, спасибо, мойте руки. Мне кажется, это шарлатанство какое-то было сейчас. Ну что? Раз, раз. Магия сработала, что отключилась техника. Вернемся к традиционному подходу предсказательной аналитики. Моему коллеге из Retail Rocket посчастливилось познакомиться лично с главным бывшим аналитиком из компании Amazon, это Андрея Свеганд, которому принадлежит следующая фраза. Люди более предсказуемые, чем они думают сами о себе. Повторю еще раз. Люди более предсказуемые, чем они думают сами о себе. Поэтому технологии предсказания на сегодняшний день позволяют действительно предсказывать действия, желания, потребности людей в пользу бизнеса. В Retail Rocket мы провели одно из исследований, которое касалось проблематики времени принятия решения о покупке, где в рамках исследования участвовали разные совершенно товарные ниши. Это и сегмент детских товаров, спортивные товары, мультикатегорийные магазины, health and beauty, вытовая техника, электроника. Но общий вывод этого исследования заключался в следующем. Для 50% людей достаточно 24 часов для того, чтобы принять решение о покупке с момента первого посещения сайта интернет-магазина. Это очень важно с точки зрения построения любых предсказательных систем, потому что они должны работать в режиме реального времени. Это очень важно, мы рассмотрим дальше в деталях почему. И первый пример, как вообще может быть применена система предсказаний или рекомендательная система, или система персонализации, можно называть по-разному, это сайт интернет-магазина. Мы рассмотрим в разрезе одной лишь ключевой страницы, это главная страница. Большинство интернет-магазинов используют на главной странице крупные баннеры с продажами, скидками, акциями, при этом ожидая, что это кого-то привлечет. Дело в том, что мы имеем дело с трафиком, который условно поделен на два сегмента. Сегмент, который имеет четко сформированную потребность, которому необходимо предоставить интуитивно понятный инструмент для навигации, и сегмент, который не имеет явно выраженную сформированную потребность. В этом случае акции работают для определенной части такого трафика, но существуют более эффективные механики, системы персонализации, которые позволяют работать с этим трафиком. Вы наверняка видели такие блоки, как популярные товары, которые часть ритейлеров использует. Это очень легко воспроизвести на основе простых данных о продажах, но это работает не так эффективно, так как существует проблема, которую еще называют дисконтирование во времени. Любой товар имеет ограниченный срок оборачиваемости. И те товары, которые были куплены вчера, не так актуальны, как те товары, которые были заказаны сегодня. Поэтому в ритейл-рукет, например, мы используем множество факторов для формирования рекомендаций бестселлеров. Это и данные о просмотрах, это учет истории добавления в корзины, долгосрочные интересы пользователей, например, преобладание любой в каком-либо бренду. Это использование персонализации, профилирование и так далее. Какие еще блоки рекомендаций можно использовать? Это, естественно, персональные рекомендации. Самый банальный пример – это блок с просмотренными товарами, который многие используют. Но он также имеет ряд своих недостатков, так как, обладая данными о краткосрочных интересах сегодня, завтра мы сталкиваемся с тем, что человек может прийти повторно и уже ранее оформить заказ на один из просмотров. Поэтому здесь профессиональные платформы используют всю необходимую информацию для того, чтобы полноценно сформировать рекомендации и показывать их персонально под каждого посетителя, с учетом того, что эти товары пользователь ранее никогда не встречал во время своих сессий. И блок с новинками. Простой способ реализации – это отсортировать каталог по дате добавления. Более интересный и эффективный – это использовать профилирование и использовать долгосрочные интересы. Мы повторили такую механику, которая реализована на магазине azon.ru, где главная страница является полностью персонализированной. Мы ее повторили с магазином доставка.ru. По умолчанию на сайте присутствуют различные блоки рекомендаций. Они, по сути, статичны. Но после того, как мы получаем информацию о каких-либо интересах пользователя, например, он проявил интерес в виде просмотра карточки, в данном случае он проявил интерес к телевизорам, главная страница при повторном заходе полностью перестраивается, и пользователи демонстрируют уже персональные рекомендации по моделям телевизоров в отдельном блоке и в блоке сопутствующих товаров, аксессуары, различные крепления и так далее. Только такая механика позволила нам добиться роста выручки в 8,5%, исключительно персонализировав одну главную страницу. В декабре 2013 года компания Amazon запатентовала технологию, которая заключалась в следующем. Amazon разработал подход, когда они смогли оптимизировать свою логистическую систему, где они смогли рассчитывать, какие конкретно товары приобретет тот или иной потенциальный покупатель. С целью для того, чтобы доставить эти товары в ближайшие логистические хабы, для того, чтобы время доставки было максимально коротким. Примерно в то же время в Retail Rocket мы занимались разработкой похожей технологии, которая у нас была названа Next Best Offer. Это предсказание следующей наиболее вероятной покупки, которая заключается в жизненном приближении в следующем. Наша система анализирует последовательность всех покупок. Мы выявляем значимые цепочки таких покупок. После того, как человек совершил покупку, появляется расчетная вероятность, что он сделает новую покупку в определенном звене цепочки потребления. И так выглядит этот граф. То есть в жизни каждая покупка является звеном сразу нескольких цепей. И разные цепочки потребления по-разному распределяются во времени. И уже более приближенный к жизни пример такой цепочки, когда мы имеем дело с сегментом детских товаров, где первоначально покупатель приобрел средства для купания детей. У нас есть расчетная вероятность, 18 дней пройдет для того, чтобы пользователю потребовались, например, бутылочки и соски, и затем через 24 дня пустышки. Эта технология лежит в основе некоторых наших продуктов и активно используется в части, например, триггерных рассылок, где для разных магазинов коэффициент конверсии весьма ощутим. В среднем по больнице он где-то в районе 7-15% в зависимости от сегмента и аудитории, которая находится в магазине. Но здесь очень наблюдательный момент, что такой конверсии мы добились, и она сравнима с показателем конверсии, как, например, результаты внутреннего поиска. То есть сегмент людей, которые используют внутренний поиск по сайту, примерно обладает таким же показателем конверсии. То есть люди, которые пришли на сайт с четко сформированной потребностью, и они ее готовы удовлетворить, задав поисковый запрос. И такой свежий пример из нашей практики – интернет-магазин питшоп.ру, который занимается продажей товаров для животных, где коэффициент конверсии по предсказанию нам удалось добиться в 35%. Согласитесь, это очень космическая цифра. Но надо быть честным, этот магазин обладает очень лояльной аудиторией, и большинство триггерных сценариев в рамках этого проекта имеют очень высокие показатели. То есть не только по NextBestOffer, но и по другим тоже. Итак, если задаться вопросом, сколько это может стоить, если это делать in-house, не обращаясь к какую-то коммерческую платформу, делать это на должном уровне, то есть привлекая профильных специалистов. Мы условно посчитали для магазина, который имеет суточную посещаемость 100 тысяч хостов и тысячу заказов в день. Для реализации предсказательной системы вам потребуется два Data Scientist, зарплата от 200 до 270 тысяч рублей плюс налоги, и потребуется стек серверов от 3 до 6 серверов с стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей. И все это удовольствие будет длиться около полугода для того, чтобы запустить такой проект. И выйдет оно в диапазоне от 2 до 3 миллионов рублей. Переходим к следующей теме, которая не является нашей прямой деятельностью, но тем не менее на сегодняшний день является тоже очень горячей и интересной. Это тема динамического ценообразования. На Западе очень активно этот подход используют, и об этом открыто заявляют такие игроки, как Walmart, Amazon, Best Buy и тому подобное. В России об этом не очень принято говорить, об этом грешат чаще всего booking-сервисы, сервисы по продаже билетов. Но тем не менее можно встречать такие примеры. И здесь я привел фразу очень известного практика в области ценообразования, системы ценообразования Роберта Долана, которая заключается в следующем. Издержки на ценообразование постоянно растут, те компании, у которых этот процесс является рутинным, не выживут. Идея в том, что вообще подход к изменению модели ценообразования, он в России в принципе существовал уже давно, не только для электронной коммерции, но и для других компаний, которые отслеживают конкурентов. И этот рутинный труд, который под собой не подразумевает использование каких-либо профессиональных систем, в конечном итоге закапывает компанию и приводит к очень большим временным издержкам ресурсов людей, которые при этом используются. На сегодняшний день уже есть и в России, и на Западе готовые решения, которые позволяют заниматься этим вопросом на высоком профессиональном уровне. Такие сервисы, как Компетеры или Метакоммерс. Но я хотел бы рассмотреть этот вопрос более глубоко. Вообще, как работают такие системы? Как они работают на Западе? И как вообще строятся такие системы по динамическому ценообразованию? Существует две категории ценообразования. Персонализированное, на Западе устоявшийся термин, это price discrimination, и не персонализированное. Персонализированное использует ряд подходов. Первый – это геолокация, когда учитываются данные до ближайшего магазина, учитывается средний доход на местности. И такой пример – западный магазин Staples.com, который, собственно, использует этот подход. Это аналог российского нашего Комуса. Собственно, он активно использует данные о геолокации. Следующий подход – это использование данных о версии браузера и операционной системы, так называемом профилировании, когда на основе, собственно, если мы знаем, что этот пользователь обладатель MacBook, то у него средний чек выше, нежели пользователь, который использует Windows. Чуть дальше я покажу на цифрах, которые нам доступны. Далее – история транзакций. То есть на основе предыдущих покупок можно строить ценообразование, определяя наиболее платежеспособную аудиторию. И источник перехода. По-другому – участительность к цене в зависимости от рекламного канала, который также используют при построении систем динамического ценообразования. И следующая категория – это неперсонализированное ценообразование, когда мы используем анализ цен конкурентов. То есть на основе МРЦ и маржинальности магазины сравнивают ближайших своих коллег и меняют стоимость по разным товарным категориям. И еще один пример подхода к ценообразованию – это так называемый бестселлер и длинный хвост, который в частности использует ozon.ru, где они намеренно используют локомотивы продаж, делая некий демпинг, то есть минимальный маржой. Они привлекают большое количество трафика, и за счет этого они привлекают внимание к длинному хвосту наиболее маржинальных товаров, собственно, получают большой профит. Ну и, как я говорил, некоторые цифры по чувствительности. Здесь мы можем наблюдать, что по каналу CPA явно высокий показатель чувствительности людей к цене, то есть люди уходят сравнивать на другие источники. И там самый нечувствительный канал – это, например, органический поиск. И другой приближенный пример уже к поисковым системам и прайс-агрегаторам – это Яндекс.Гугл и Яндекс.Маркет. Здесь явно лидирует Яндекс по чувствительности к цене, то есть люди любят сравнивать стоимость на товары. И очень низкая чувствительность на Яндекс.Маркете при условии, что это действительно трафик, который идет после анализа стоимости. То есть человек пришел на Яндекс.Маркет, просмотрел различные предложения, он уже нечувствительный к цене, потому что он выбрал для себя приоритетный магазин, собственно, пришел, на нем остался и оформил заказ. Ну и пример, как это может выглядеть на практике, букинг-сервисов, некоторые могут из вас это воспроизвести на ряде западных и на части российских, к сожалению, точных примеров вам не приведу, где цена на отель разнится практически в 100 долларов, причем отель один и тот же. И как обещал, цифры по среднему чеку в зависимости от операционной системы, здесь мы можем наблюдать, что пользователи Mac обладают средним чеком в два раза больше, чем пользователь Windows. Или, например, пользователи Linux являются самыми экономными. То есть можно сделать выводы, что разработчики, инженеры – это самые экономные люди на стране. Итак, логистика. Сверим часы. Многим известная фраза Дэвида Агилви «Я точно знаю, что половину рекламного бюджета я трачу впустую, только не знаю, какую именно». Говоря о логистике и вообще об экономике заказа, классический подход в расчете экономики, как много лет назад, как и сегодня, это учет каналов в онлайне по модели оплаты CPC или CPA. Но зачастую средний и малый бизнес совершенно не учитывает или мало учитывает, в отличие от крупных ритейлеров, у которых это построено на очень высоком уровне, не учитывает затраты на логистику и на колл-центр при расчете себестоимости заказа. И сегодня существуют различные совершенно модели для того, чтобы прогнозировать тот или иной спрос и затраты, которые, собственно, вкладываются в экономику заказа, которые используют самые крупные ритейлеры. И один из примеров, к сожалению, не могу назвать конкретно, что это за игрок, но это топ-5 из электронной коммерции, пример того, как это может выглядеть в виде очень страшной таблицы с расчетами всей экономики доставляемого заказа. И очень кратко про ассортиментную матрицу, я успею приближаться. Тоже существуют различные подходы в предсказаниях, как прогнозировать спрос, как прогнозировать продажи на основе, собственно, общедоступной информации. Это частотность семантического ядра по вашим товарным категориям. На основе предыдущей конверсии, средней стоимости товара можно прогнозировать выручку. Ну и в совокупности с коэффициентами сезонности и данными по маржинальности можно, собственно, оценивать привлекательность. Вот как это выглядит в одном из магазинов внутри, где, собственно, моделируют систему прогнозирования. Учитывается маржинальность и, собственно, спрос. Это такое небольшое приближение. И вот что в результате мы имеем. Для нас наиболейший интерес представляет часть графика с товарными категориями, которые находятся сверху, естественно. Все, что находится снизу, это неликвидные товарные категории, на которые не стоит тратить ресурсы. И на этом у меня все. Большое спасибо. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за доклад. Один вопрос есть, на который я сам отвечу. Презентация доклада будет ли выложена? Все презентации в начале следующей недели будут выложены на сайте и примерно к середине недели будут выложены все видеозаписи. Вопрос такой. Все эти системы предсказательные, они, наверное, не очень хорошо работают на небольшой аудитории и на небольшом товарном каталоге. Вот начиная с какого момента все это начинает работать? Здесь, да, действительно существует проблема так называемого холодного старта для любой вообще системы рекомендаций, когда у нас либо слишком мало заказов, либо слишком небольшой ассортимент. Но если говорить цифрами там средним по больнице, то сток магазинов 100 товаров и со средней конверсией там в 2%, то здесь уже можно иметь определенные данные, с которыми можно работать и уже что-то предсказывать и, собственно, работать в этом направлении. Продолжение следует...